Музыка Тема лекции «Политическое лидерство». В данной лекции мы рассмотрим три вопроса. Это определение и природы лидерства, теории лидерства, типологии и функции лидеров. Необходимо отметить, что тема лидерства и тема субъектов политики являются очень важной и очень актуальной. Среди основных и самых важных проблем общественного развития в современном мире, в том числе и в Казахстане, особое место занимает проблему политического лидерства, поиска и выдвижение на решающие посты новых людей, способных на преобразование в государстве и обществе, и на проведение политики, удовлетворяющей потребностям населения. Мы можем дать определение изначально, кто является лидером, а потом более конкретно рассмотрим, какие еще определения политического лидерства дает политическая наука. Итак, лидер — это авторитетный член организации, личностное влияние которого позволяет ему играть существенную роль в социальных процессах и ситуациях. Необходимо остановиться в первом вопросе на тех политических учениях, которые способствовали созданию теории лидерства. Первым автором, который серьезно занимался проблемами лидерства, является Никола Макеавелли. 15-16 века Никола Макеавелли был не только политическим лидером, но и ученым, который, оставив свою должность государственного секретаря Флорентийской республики, занялся научной деятельностью. Его труд государь очень много дает для изучения проблем лидерства. Эта книга была написана Макеавелли в 1513 году, и в данной работе автор дает оригинальную концепцию политических добродетелей государя, к которым мы можем отнести, например, такие, как сила, хитрость, здоровье, патриотизм, умение предвидеть и способность противостоять судьбе. Обратим внимание на некоторые рекомендации, которые Макеавелли дает монархам для того, чтобы хорошо управлять государством. При управлении людьми их необходимо или ласкать, или угнетать. Если уж приходится подданных угнетать, считал Макеавелли, то делать это следует таким образом, чтобы отнимать от них всякую возможность отмещения. Государи, когда дело идет о единстве их подданных, не должны бояться, расслать жестокими. Заставляя бояться себя, государя должны, однако, не возбудить против себя ненависти. Внушать страх, не возбуждая ненависти, для них очень выгодно. Существует два способа действия для достижения цели – путь закона и путь насилия. Первый способ – способ человеческий. Второй способ – диких животных. Государи должны уметь пользоваться обоими способами. Государь, действуя грубо-силой, подобно животным, должен сочетать в себе качества льва и лисицы. Необходимо отметить, что и на сегодняшний день в типологии лидеров выделяется такая классификация, как лидер лев, лидер сильный, лидер решительный и лидер типа лисы, который с помощью хитрости и интриг, обмана добивается поставленных целей. Предусмотрительный государь не должен исполнить своих обещаний и обязательств, если такое исполнение будет для него вредным, считал Макеорелли. Государи должны обладать великим искусством притворства и одурачиваниями. Человек, умеющий хорошо гордить, всегда найдет достаточно легковерных людей, охотно поддающихся обману. Государь должны обладать гибкой способностью изменять свои убеждения в сообразных обстоятельствах. Необходимо отметить, что и на сегодняшний день среди политических лидеров учение Макеорелли пользуется достаточно большой популярностью. Но исходя из того, что мы с вами рассмотрели, можно понять, почему интриги и обман в политике сегодня называются именем Макеорелли. появилось такое понятие, как макеорелизм. То есть речь идет как раз о том, когда в политике применяется ложь, обман, притворство, одурачивание. Это все будет называться именем Макеорелли. Следующий ученый, который занимается проблемами лидерства, это Фридрих Митше, немецкий философ, годы жизни которого 1844-1900. Фридрих Митше обосновал необходимость создания высшего биологического типа человека. То есть он считал, что человечество должно создать такой тип человека, который бы отличался от всех остальных силой, умом, красотой. И эта идея очень понравилась потом, в 20 веке, лидеру Германии Адольфу Гитлеру. В своей книге «Так говорил Саратустра» таким образом Миша определяет цели лидеров и цели человечества в целом. Цель человечества лежит в его высших представителях. Человечество должно неустанно работать, чтобы рождать великих людей. В этом и ни в чем ином состоит его задача. Сверхчеловек — это человек с высокими жизненными силами, волей к власти. Это сильная, волевая, развитая и красивая личность. С точки зрения Митше, происхождение лидерства дворяка. С одной стороны, это лидеры толпы. Они выражают интересы массы, но и нужно сказать, что ничем существенно от масс не отличаются. Другой тип лидеров — это подлинные герои, сверхчеловеки. Толпы презирающие, и стремление обладать властью и определяет смысл человеческой цивилизации и истории. Необходимо остановиться на таком ученом, как Габриэль Тарт. Это также конец XIX века, основоположник теории социализации. Габриэль Тарт также занимался исследованием проблем лидерства. С его точки зрения, основной закон социальной жизни — это подражание последователей лидерам. Большинство населения не способны к творчеству, считал Тарт. Единственный источник прогресса общества — это открытие лидеров. Все достижения цивилизации — результат деятельности великих лидеров. Приверженцы же лишь подражают лидеру. Основной закон социальной жизни — подражание толпы, стилю, имиджу своего лидера. Чтобы иметь успех у последователей, их необходимо держать в мирно-психическом возбуждении. Зигмун Фрейд, основатель психоанализа, также рассматривает проблему лидерства. С его точки зрения, лидерство является определенного вида помешательства. Это следствие невроза и маниакальной паранойи. Некоторые великие действительно политики, с точки зрения ученых, психологов, психиатров, являются невротиками. Например, такие как Наполеон, Линкольн, Робеспьер, Рудвик, Оанкари, Гитлер, Сталин. Последователи Фрейда считают, что все общество делится на психически нормальных людей, к творчеству неспособных и на лидеров, являющихся по их мнению маньяками и психопатами. Необходимо остановиться, рассматривая проблему лидерства и возникновение лидерства, на классиках марксизма-ленинизма. Это Карл Маркс, Фридрих Энгельс и Владимир Ильич Лилов. В своих трудах они неоднократно обращались к проблемам лидерства, но проблемы лидерства рассматривали несколько иначе тех точек зрения, о которых мы уже говорили. С точки зрения классиков марксизма-ленинизма, политический лидер — это наиболее способный, сознательный и умелый выразитель воли класса. Классики марксизма-ленинизма предлагали упрощенную схему соотношения масс и лидеров. У Владимира Ильича Ленина это звучало так. Массы делятся на классы, классами руководят политические партии. Политические партии управляются более или менее устойчивыми группами, наиболее авторитетных, влиятельных, опытных, выбираемых на самые ответственные посты должностных лиц, называемых вардями. Таким образом, с точки зрения классиков, лидер является выразителем воли масс и ничем особым от масс не отличается. Перейдем к такому понятию, как типологии лидеров. Мы можем выделить с вами формальное и неформальное лидерство. Если мы даем характеристику формального лидерства, то это приоритетное влияние определенного лица на членов организации, закрепленного в ее нормах и правилах. То есть лидер любой политической партии, лидер страны, это человек, за которым официально закрепляются определенные функции, и он эти функции выполняет. Мы можем сказать также о том, что помимо формального лидерства, есть неформальное лидерство. То есть это субъективная готовность и способность человека к выполнению роли лидера. Признание за ним права на руководство со стороны членов группы. Большое значение в данном случае имеет личное качество. Исходя из всего того, что мы уже сказали, мы можем дать определение лидерству более объемной, нежели то, которое прозвучало в начале лекции. Итак, первое определение — это лидерство как влияние на других людей. Лидерство — это влияние, авторитет, власть и контроль над ними. Не каждое влияние, однако, является лидерством. Необходимо выполнение трех условий в данном случае. Влияние должно быть постоянным. Влияние должно осуществляться на всю группу. И должно осуществляться приоритетное влияние лидера на всех граждан. Таким образом, политическое лидерство — это постоянное приоритетное влияние со стороны определенного лица на всю группу. Еще одно определение лидерства — это лихарный Освальд, который убил президента Кеннеди. То есть по масштабам влияния, влияние огромное, но лихарный Освальд мы не можем назвать ни лидером, ни политическим лидером тем более. Еще одно определение лидерства. Лидер. Лидерство — это управленческий статус, социальная позиция, связанная с принятием властных решений. И это руководящая должность. Следующее определение лидерства, которое мы можем дать, исходя из того варианта политиков, который на сегодняшний день существует, политическое лидерство — это особого рода предпринимательство, осуществляемое на политическом рынке, при котором политические предприниматели в конкурентной борьбе оценивают свои программы, обменивают свои программы на руководящие должности. Юлия Тимошенко относится к такому типу лидеров. К такому типу лидеров мы можем отнести генерала Лебедя, который на выборах в 1996 году занимал второе место среди четырех кандидатов. Но накануне выборов он встретился с Борисом Николаевичем Ельцином и условно обменял свою программу на руководящую должность. Был назначен помощником президента Российской Федерации по национальной безопасности. На этой должности он пробыл совсем недолго. В октябре 1996 года был отправлен в отставку. То есть пример такого недостаточно успешного обмена своей программы на руководящую должность. Политический лидер – это символ общности, преобразец политического поведения группы, способной реализовать ее интересы с помощью власти. Это еще одно определение лидерства. Я думаю, что этого определения мы и будем с вами придерживаться, рассматривая остальные вопросы лекции. Возникает вопрос, почему? Одни люди становятся лидерами, они стремятся к этому, у них получается. Другие люди не стремятся или стремятся у них не получается. На этот счет существует несколько теорий. Давайте на них с вами остановимся. Первая теория называется теорией черт. Эта теория создана на основе выявления качеств, присущих идеальным лидерам, героям. Суть данной теории состоит в объяснении феноменового лидерства выдающимися качествами личности. То есть основатели этой теории попробовали выявить те качества, которыми будет обладать лидер. Выявили 124 черты. К ним относятся такие, как острый ум, твердая воля, кипучая энергия, незаврядные организаторские способности, умение нравиться людям, компетентность, фотогеничность, ораторские способности и так далее и тому подобное. Как вы понимаете, количество черт, которыми должен и будет обладать лидер, достаточно большое. Данную теорию мы не можем назвать совершенной. Перейдем к следующей теории – это ситуационная теория. Суть этой теории в том, чтобы определить зависимость лидерства от определенных социальных условий. Лидер с точки зрения основателей данной теории – это функция определенной ситуации. Сложившиеся обстоятельства определяют его поведение, принимаемое им решение. С точки зрения ситуации, качества лидера относительны и не так важны, считает основатель данной ценности взять на себя ответственность за решение. Ограниченность данной теории состоит в том, что она недостаточно отражает активность лидера, его способность переломить ситуацию. Следующая тема возникла на основе учения Зигмунда Фрейда – это психологическая теория. С точки зрения Фрейда и его последователей, в основе лидерства лежит подавленная любвида. Обладание руководящими позициями позволяет подавлять чувство неполноценности. Субъективное влияние лидерства закладывается в детстве, считал Фрейд. Ученые в школе выявили тип личности, предрасположенный к авторитаризму. Такая личность формируется в нездоровых общественных условиях. Стремление человека убежать от этого в сферу господства или подчинения. Власть является психологической потребностью, позволяющей избавиться от собственных комплексов. Обладание властью в данном случае – это наслаждение. Личность, подходящая к психологическому теорию, склонна к мистике и руководствуется эмоциями. Есть теория, которая называется теория, определяющая роли последователей. Лидер – человек, который имеет последователей. Группа сама выбирает лидера, который удовлетворяет ее интересы. Тайны лидера не в нем самом, а в психологии и запросах его последователей. Данная теория критикуется, так как лидер в данном случае стремится к удовлетворению потребностей своих последователей, в целом общества и идет на поводу о массовых предрассудках. В качестве примера вам приводятся политические лидеры Советского Союза. Это Владимир Ильич Ленин, Иосиф Виссарионович Сталин, Маленков, Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко и Михаил Сергеевич Горбачев. Данные люди приводятся, и лидеры приводятся как раз для того, чтобы показать неспособность теории, определяющей роли последователей. История Советского Союза явное подтверждение тому, что вновь приходящий лидер критиковал своего предшественника. Это не относится только к Владимиру Ильичу Ленину на момент прихода Сталина к власти. На критике он делал свою карьеру, то есть данная теория, в данном случае мы можем сказать, что не работала. Есть интерактивная теория, которая обобщила все вышесказанные. То есть это попытка целостной характеристики лидерства. Данная теория учитывает черты лидера, задачи, которые он призван выполнять, последователи, с которыми лидер работает, механизм взаимодействия лидера и последователей. Ну и кроме всего прочего, естественно, нужно учитывать время, в котором лидеру приходится работать. Это стабильность, это порядок, или это период военных действий, период кризисов и так далее. Все эти условия ведут к тому, что лидер должен использовать какие-то максимальные свои качества для того, чтобы управлять страной. Типы лидерства. Раз смотрим с вами типы лидерства, необходимо отметить такого ученого, как Макса Вебера, который занимался проблемами исследований лидерства. Макс Вебер выделил такие типы лидерства, как традиционное, харизматическое и рационально-легальное. Остановимся на этих типах лидерства. В основе традиционного лидерства лежит привычка. К этому типу лидерства относятся, например, вожди пленок и монархи. Далее, харизматическое лидерство. В основе харизмы лежат вера и эмоции. То есть это лидеры, которые, по мнению Макса, надеяли дающимися качествами, и вследствие этих качеств они способны к руководству. К харизматическим лидерам мы можем отнести таких лидеров, как, например, Ленин Старин, Фидель Кастро, но и некоторые другие. И рационально-легальное лидерство – это еще один тип лидерства. В основе данного лидерства лежит разум. То есть это политические лидеры, которые избраны демократическим путем. Существует еще одна типология лидерства по отношению руководителя к подчиненному. Лидерство бывает авторитарным и демократическим. Авторитарный тип руководства – это единоличное направленное воздействие с применением силы. Демократическое же лидерство в противовес авторитарному осуществляется с учетом руководителям интересов и мнений всех членов группы. По стилю лидерства мы можем выделить такие стили лидерства, как знаменосец, например, Мартин Лютер Кинг, Владимир Членов, служитель, торговец и пожарник. Какие функции лидеров мы можем определить и обозначить? Одна из основных функций – это интеграция общества и объединение нас. Любой лидер должен обосновать какую-то идею, очень важную идею, и вокруг этой идеи объединить граждан своего государства. Еще одна функция – это нахождение и принятие оптимальных политических решений. Кроме того, к немаловажной функции лидеров относится такая функция, как социальный арбитраж и патронаж, защита нас от беззакония, самоправства и бюрократии, поддержание порядка и законности с помощью контроля, поощрения и наказания. Далее, такая функция выделяется, как коммуникация власти и масс, упрощение каналов, политической и эмоциональной связи и тем самым предотвращение отчуждения граждан от политического руководства. Помимо этого, лидер должен заниматься обновлением и регенерированием оптимизма и социальной энергии, мобилизацией масс на реализацию политических целей. Кроме того, легитимация строя, то есть обеспечение законности строя. Какие же характерные черты лидера мы можем выделить? Прежде всего, лидер должен учитывать, выражать и отстаивать взгляды той или иной группы. Интересы общества должны быть выше личных интересов. Лидер должен быть способен организовать действия. Он должен быть коммуникабельным и обладать ораторскими способностями. Он должен обладать высокой политической культурой, быть человеком эрудированным, конкретным, корректным и осуществлять свою политику с точки зрения морального. Несколько фотографий лидера. Продолжение следует...